Всем привет! Сегодня мы рассмотрим с вами тему нержавеющая сталь. Сталь это сплав железа с углеродом и другими элементами. Содержание углерода в стали до 2,14%. Если углерода содержится более 2,14%, то это чугун. Углерод придает сплавам железа прочность и твердость, снижая пластичность и вязкость. Нержавеющая сталь это легированная сталь с содержанием хрома более 11%, устойчивая к коррозии и к использованию в агрессивных средах. Рассмотрим сорта нержавеющей стали. Аустенитная сталь содержит от 18 до 20% хрома и от 8 до 10% никеля. Это не магнитная сталь, она не притягивается магнитом, гарантированно противостоит коррозии. Мартенситная сталь содержит от 10 до 18% хрома и может подвергаться закалке. Самый распространенный сорт стали для изготовления ножевых изделий. Ферритная сталь содержит от 16 до 18% хрома, но не может подвергаться закалке. Данный сорт стали немного более устойчив к коррозии, чем мартенситная сталь. Мартенситно-ферритная сталь. Сталь, обладающая хорошей коррозионной стойкостью в атмосферных условиях, в слабо агрессивных средах и имеет высокие механические свойства. В основном ее используют для изделий, работающих на износ. Аустенитно-ферритная. Преимущество стали этой группы – повышенный предел текучести по сравнению с аустенитными однофазными сталями. Отсутствие склонности к росту зерен при сохранении двухфазной структуры. Меньшее содержание остродефицитного никеля и хорошая свариваемость. Аустенитно-мартенситные стали. Потребности новых отраслей современной техники в коррозионно-стойких сталях повышенной прочности и технологичности привели к разработке стали мартенситного или переходного класса. В случае с обычной сталью, ржавчина, образующаяся на ее поверхности, может проникнуть в лук металла, а нержавеющая сталь обладает способностью создавать на своей поверхности тонкий, непрерывный, непроницаемый слой оксида хрома, который препятствует окислению. Этот процесс называется пассивация и может происходить при достаточном содержании хрома в стали. Хром. Повышая твердость и прочность, незначительно уменьшая пластичность, увеличивает коррозионную стойкость. Содержание хрома в больших количествах, а это более 11%, делает сталь нержавеющей. Сера. Сера является вредной примесью. Она находится в виде сульфида железа. Это соединение сообщает стали хрупкость при высоких температурах. Сера увеличивает истираемость стали, уменьшает коррозионную стойкость. В углеродистой стали допускается содержание серы не более 6-7%. Фосфор. Фосфор является вредной примесью. Он образует с железом соединение фосфит железа, кристаллы которого очень хрупкие. Однако фосфор улучшает обрабатываемость стали, так как способствует отделению стружки. Кремний. Кремний содержится в небольшом количестве. При повышении содержания кремния улучшаются упругие свойства и стойкость против окисления при высоких температурах. Марганец. Содержится в небольшом количестве. Однако марганец повышает твердость и прочность стали, незначительно уменьшая ее пластичность. Для повышения сопротивления коррозии в кислотах в нержавеющую сталь вводят молибден и медь. Сталь 316L. Нержавеющая сталь. Содержащая хром, никель, молибден и другие элементы. Эта сталь улучшена за счет добавления 2,5% молибдена. Благодаря молибдену эта марка устойчива к коррозии, высоким температурам и агрессивным средам. Эту сталь еще называют медицинской или ювелирной. Из ювелирной стали сейчас делают хирургические инструменты, дорогую кухонную посуду, корпуса для моделей мобильных телефонов, корпуса и браслеты дорогих часов, ювелирные украшения и премиум бижутерию. Всем спасибо за внимание, здоровья вам, добра и мира!